Всем доброго дня! Вы смотрите проект о здоровом образе жизни. С вами я, Диляра Умарова. Мы продолжаем рассказывать вам о наиболее важных проблемах современной молодежи. И в этом выпуске вы увидите. Комендантский час. Пережиток советского прошлого или необходимая мера? Почему даже однократный прием запрещенных веществ может стать для подростка роковым? Бег. Как это делать правильно и безопасно для здоровья? Эта программа «Будь в игре». Поехали! Ошибки. Это знаки припинания жизни, без которых, как и в тексте, не будет смысла. Харуки мураками. Многих ошибок можно избежать, просто соблюдая правила. Вот одно из таких правил. Комендантский час. Пережиток советского прошлого или необходимая мера? На территории Республики Татарстан уже 6 лет действует закон, который запрещает подросткам до 18 лет, после 22.00 в зимнее и после 23.00 в летнее время, появляться в общественных местах без сопровождения взрослых. Очередной рейд в нашей республике показывает, что так называемый комендантский час подростки зачастую просто игнорируют. О том, как это было, смотрите далее. О законе знают, но гуляют. Ночной летний город манит подростков разноцветными огнями, шумными компаниями и многочисленными развлечениями. Поддаться соблазну нетрудно. Однако некоторым в эту ночь оказалось недовеселье. Они были застигнуты стражами порядка, что называется, на месте преступления. На Казанских улицах, на набережной, в парке. И приглашены на беседу в полицейскую машину. А почему гуляете без разрешения, без сопровождения родителей? Просто гуляли и все. Однако эти простые, на первый взгляд, прогулки чреваты опасными последствиями. На улице подросток оказывается беззащитным перед злоумышленниками или, почувствовав свободу, совершает преступление сам. С начала года порядка 120 случаев совершения преступлений нашими детьми имело место быть по республике Татарстан. И что, наверное, еще более страшное, это есть факты совершения преступлений в ночное время в отношении наших детей. Порядка 147 преступлений по республике в отношении детей были совершены с начала года, именно в ночное время. Из них 95 преступлений против половой неприкосновенности наших детей. Закон о комендантском часе действует в Сатарстане с 2010 года. Он призван оберегать детей от всяческого вреда и насилия. От самих же детей, то есть тех, кому еще нет 18-ти, требуется немного. Не выходить на улицу без сопровождения родителей или иных законных представителей с 11 вечера до 6 утра в летнее время и с 10 вечера до 6 утра осенью, зимой и весной. За нарушение закона детьми расплачиваться придется их родителям. Это, конечно, штрафование прежде всего. Первично родитель может отделаться предупреждением либо штрафом 500 тысяч рублей. В случае, если подобного рода инцидент происходит в течение года, повторно, то тогда этот размер штрафа увеличится до 2000 рублей. Такие рейды в Сатарстане проводятся регулярно. В них выходят сотрудники полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, аппараты, уполномоченного по правам ребенка, инспекторы по профилактике семейного неблагополучия. С начала года уже провели более 2000 рейдов. Задержали около 3000 подростков. Главная задача сделать так, чтобы в ночное время, когда подросток предоставлен сам себе, находится на улице, к сожалению, может подвергнуться насилию. Как и со стороны своих сверстников, так и со стороны более взрослых лиц. И поэтому наша основная задача – это предупредить. Иногда ограничиваемся и профилактическими беседами, иногда и есть необходимость доставить в органы внутренних дел. Кстати, такие комендантские часы введены в большинстве городов России. Действуют они и в странах Европы, Северной и Латинской Америки. И, как показывает практика, количество преступлений подростками и против подростков в эти часы снижается в несколько раз. Вот сейчас, оглядываясь назад, я вспоминаю, как обижалась на родителей, когда мне говорили быть дома к 11 часам. Это же ущемление прав и свобод молодежи. И мы были бы правы, если бы так не заблуждались. Вот еще один миф. Считается, что с первого раза не подсядешь. Но почему даже однократный прием запрещенных веществ может стать роковым? И почему у молодых людей возникает интерес к таким экспериментам? Кто в этом виноват? И всякий ли подросток способен сказать «нет»? Ответы на эти вопросы вы узнаете от наших экспертов. Но сначала история молодого человека, который на своем опыте убедился в серьезных последствиях короткого слова «да». Совсем недавно у меня был день рождения. Я докурился до такой степени, что попался сначала в полицию. Там у меня случилась белая горячка. Лица он попросил не показывать, как не называть и фамилии. Стыдно перед близкими. Сказал только имя. Сейчас Роману 19, и он пациент наркологического диспансера. Употреблять алкоголь и курить начал в 10 лет. В соседний дом заехал новенький. Он был на 3 года старше меня. И он курил, уже пил. Дал мне сигарету и пиво. Я сказал то, что я не буду. А он мне сказал то, что пацаны курят, пьют. Значит, ты не пацан. Сначала это было просто попробовать, потом для бантов. А потом сам не заметил, как уже привык. 16 лет Роман попал в колонию для несовершеннолетних. Вымогал у своего сверстника деньги на алкоголь и сигареты. А потом после выхода решил попробовать наркотики. В основном это были химические вещества. Там были мои друзья и незнакомые мне люди. И вот они мне предложили. Я решил попробовать. Помню то, что плохо себя чувствовал. Когда стал употреблять регулярно. У меня с мировоззрение и улучшилось память. Но весь мир какой-то стал противным. То есть на всех смотрю, вроде никто мне ничего такого не сделал. А мне они уже раздражают. За компанию и в компании. Именно так, по словам врачей, и происходит первая проба. Первая затяжка или первый глоток. По-свойски угощает друг. Бесплатно дают попробовать добрый дядя, у которого свои интересы. Интерес именно это и является причиной для любопытного подростка, чтобы попробовать что-то в первый раз, говорят психологи. Но этот первый раз может стать роковым. Возникает понятие психической зависимости. Такой червячок в голове, который даже попробовав раз, он начинает уже потом потихонечку говорить. Давай еще раз. Плохо было. В этот раз будет лучше. Давай попробуем. Ну вот, подросток говорит. Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Друзья тоже так говорят. Первый раз, это так бывает. Давай второй раз попробуй, будет лучше. Склонность к зависимости может быть не у каждого подростка, считают психологи. В основном могут поддаться искушению молодые люди, ищущие удовольствий. Склонные подражать другим. С завышенной самооценкой. Слишком уверенные в том, что уж они-то алкоголиками и наркоманами точно не станут. Живущие в семье, в которой есть непонимание, но нет уважения друг к другу. Причем уровень дохода в семье зачастую роли не играет. Нарушение физического и психического здоровья, погружение в мир бредовых галлюцинаций, смерть. О последствиях употребления наркотиков и алкоголя можно говорить много и долго. И еще, статистика гласит, большинство подростков под воздействием зелия приступают к закону. Ради очередной дозы идут на кражи и грабежи. Некоторые могут причинить вред своим самым близким людям – родителям. Поэтому на все заманчивые предложения нужно знать один ответ – твердое «нет». У каждой личности должно быть сформировано четкое отношение. То есть «нет, я не употребляю алкоголь и наркотики». Предложения будут, но четко для себя должно быть сформировано понимание, что я хочу в жизни, кто я есть. Категорично отказываться именно от первого употребления. Не будет первого, не будет и следующего. Хочу устроиться на работу нормально. А там дальнейшие права, машина, семья. Хочу обратиться к своим сверстникам. Прежде чем что-то употреблять, подумайте, надо ли вам это. Ведь это приведет либо в тюрьму, либо к потере здоровья. Вот как получается. Для одних слово «нет» доказывает силу духа. Для других «нет» лишает всяких шансов достичь заветной цели, к которой они шли всю жизнь. 31-е Олимпийские игры в Рио в самом разгаре. И печально сознавать, что сборная России по легкой атлетике отстранена от участия в соревнованиях. Легкая атлетика в широких кругах любителей спорта носит титул королевы спорта. Один из ее видов — бег. Пожалуй, самый доступный на сегодняшний день. Чем он полезен, каким бывает и как нужно бегать правильно? Я подробнее пробежалась по всем пунктам вместе с нашими экспертами. Кто из нас не пытался привить себе привычку бегать утром или вечером? Раннее утро, лень и еще тысячу причин останавливали нас неоднократно. А зря. Ученые доказали, что во время бега в организме выделяются гормоны счастья эндорфины. Хотите быть счастливым, бодрым и подтянутым? Тогда побежали с нами. Каждый вечер я говорю себе, с завтрашнего дня я начну бегать. Но о том, как это правильно сделать, я, к сожалению, не знаю. И об этом вы мне сейчас расскажете. Ирина Масалха, тренер спортивного клуба. Сейчас мы будем начинать спецбеговые упражнения, чтобы как можно лучше разменять наши мышцы, подготовить ноги и одновременно немножечко сформировать правильную технику бега, правильной постановки стопы. Первое упражнение называется «Перекаты». Мы перекатываемся с пятки на носок, сзади проталкиваемся носочком. Вспоминаем, как в детстве вы скакали в припрыжку. Руки расслаблены, работаем ногами, отталкиваемся носочком. А что, «Динамо» бежит? Все тягут. Следующее упражнение называется «Бег со высоким подниманием бедра». Исходное положение на передней части стопы. Колено поднимаем высоко, носок тянем на себя. И опора нога тоже на стопе приподнята. Все правильно? Да, можно немножко носочек еще на себя. Одну ногу выносим вперед, имитация бега. Вес тела переносим на переднюю часть ноги. Вся нога стоит на стопе полностью, вот эта нога. Другая нога чисто для поддержки, на носочке находится. Колено чуть-чуть согнуто, наклон тул еще вперед. И руки работают только вперед-назад, вперед-назад. Например, я уже дальше говорю, ускоряемся, мы начинаем работать быстрее. И потом дальше еще максимально быстрый режим, максимально-максимально. И здесь уже каждый должен следить за техникой. Не напрягать кисти, не напрягать плечи. Да, я не спал. Да, но это все дело техники работ. Сейчас после спецбеговых упражнений наши мышцы полностью готовы к любой работе. К прыжковой работе, к росту, к интервальной работе, к спринтерским отрезкам. Люди, регулярно совершающие пробежки, замечали изменения в своем характере. Становились спокойнее и уравновешеннее. Есть мнение, что бег помогает справиться с депрессией. Многие непрофессиональные бегуны утверждают, что вперед пробежки хорошо думается. Но, чтобы избежать травм, нужно уметь бегать правильно. Если у вас нулевая физическая подготовка, естественно, не нужно бежать сразу быстро за кем-то. То есть нужно начинать постепенно, медленно и желательно совмещать шаг-бег, шаг-бег. Если вам уже это нормально, то есть вы это терпите, можно уже полностью переходить на гладкий бег. То есть полностью бежать, бежать, бежать. Но тоже торопиться не надо. Дышать нужно одновременно через рот и через нос. Организм не справляется, ему нужно больше кислорода. Нос не будет справляться с большой поставкой кислорода. Для этого рот должен быть всегда приоткрыт. Одновременный вдох ртом и носом. И выдох через рот. Тренировка начинается разминкой, а заканчивается заминкой. То есть окончание тренировки. То же самое. Когда человек прибегает, он не должен сразу садиться, потому что это большая нагрузка на сердце. Сердце у вас активно работает. Тут вы вдруг сели, ему станет очень нехорошо, и вам станет нехорошо. Чтобы достичь каких-то результатов, ну вообще изначально хотя бы не меньше трёх раз в неделю. Потом уже в процессе, когда организм привыкнет к нагрузкам, можно уже увеличивать. Самое главное, конечно, в беге – это хотеть и терпеть. И тогда всё получится. Да, ну и, конечно, правильно тренироваться. Бег повышает тонус организма. Увеличивается сила мышц дыхания, мускулатура ног, ягодиц и пресса живота. Кожа тела становится подтянутой. Сальные железы нормализуют свою функциональность. Повышается плотность костной ткани. Уровень сахара в крови приходит в норму. Пробежки на пользу и для органов пищеварения. Уменьшается объём жировой ткани. Но это не значит, что после тренировки вы сможете себя побаловать чем-то вкусненьким. Ну что, друзья, бегайте с удовольствием, а мы побежали дальше. Возможно, после этого сюжета кто-то из совсем юных наших зрителей встанет с дивана и начнёт заниматься бегом. И через несколько лет мы сможем увидеть его на пьедестале Олимпийских игр с золотой медалью на шее, слезами счастья и гордости на лице, а на весь стадион будет звучать гимн России. Мы докажем всему миру, что мы можем больше. Мы объявляем о старте конкурса на лучшее спортивное видео. Будь в игре! Вступи в нашу группу ВКонтакте, сними видеоролик, в котором ты ведёшь активный образ жизни, занимаешься спортом и загрузи его в группу. Удиви нас, и мы покажем твоё видео в нашей программе. Автор самого впечатляющего ролика станет героем проекта «Будь в игре». Не упусти свой шанс попасть на телеэкран. Учитесь радоваться без алкоголя, мечтать без наркотиков и общаться без сигарет. С вами была Диляра Умарова. Будьте в игре. У меня всё. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин